МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наверное, мы поймем до конца тайну Баффа, как и тайну другого великого творчества, когда научимся до конца понимать самих себя, когда мы вообще поймем стихию, в которой растворено понятие человека, когда мы будем гораздо больше знать обо всем, о Вселенной, о мироздании, о самих себя, тогда, возможно, мы узнаем и эту тайну. Наверное, какая-то нота, более испытанной им, звучит и в этих чистых, прозрачных, великолепных брендесбургских концернах. КОНЕЦ Бах был очень зрелым человеком. Пережитое горе тлело в нем, но вместе с тем он понял, что ему, человеку, одинокому, не прожить с большой семьей, с детьми, которых он должен был и учить, и воспитывать, со всеми его многочисленными обязанностями, и как не тяжка была его потеря, он подумал, что он должен дать детям другую мать, себе жену и хозяйку дома. Такая женщина нашлась. Она была дочерью его знакомого музыканта Вильке, Анна Магдалена, единственная молодая музыкантша, что было, конечно, тоже для Баха важно. И он ей предложил руку и сердце. Предложение его было принято. Он нравился Ане Магдалене. Этот брак, казалось бы, был заключен деловито. Во всяком случае, со стороны Баха, мне кажется, что Анна Магдалена уже в тайне души его любила. Но здесь вот Баху очень повезло. Чувство приязни, чувство симпатии, всяким выступал в брак, очень скоро обернулось чувством горячей, преданной любви. Этот новый брак оказался наредко счастливым, и Анна Магдалена закрыла глаза Баху. Но, по счастью, это случилось много-много-много позже. Их ждала еще большая жизнь, дети семейной радости, музыкальной радости и горести. Но об этом дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и даже пар от их дыхания. И тут как раз умер престарелый. Органист Гунал, один из кумиров молодого Баха, и открылась вакансия в Томас-Кирхе в Лейпциге, который был одним из главных музыкальных центров в тогдашней Германии. И Бах предъявил свои права на это почетное и хорошо оплачиваемое место. Но их нас история и городские власти хотели взять Телемана, постоянного счастливого соперника Баха. Но избавленный маэстро отказался от этой выгодной почетной должности. Тогда пригласили кипельмейстера Дармштадтского. Фамилию его и не помню, и, наверное, не случайно. Его едва ли кто-нибудь помнит сейчас. Но его не отпустили, и тогда невольно пришлось испробовать Бах. Бах знала по всей этой мышиной возне, но она его нисколько не трогала. Ему хотелось одного — скорее дорваться до органа, почувствовать педаль под ногою, летучие клавиши под руками и стон органных труб. Он исполнил специально написанные для этого страсти по Иоанну и был принят. Хотя успеха его музыка не имела. Но Баху это было безразлично. Что консистория, что городское начальство, как всегда, любят посредственную музыку и не слышат музыки сфер. Их подъеме и вдохновение Бах создал страсти по Матфею. Это было произведение замечательно не только глубиной содержания, но даже составом оркестра. Там не было медных и ударных, что придавало музыке необыкновенную воздушку, легкость, изящество. Использование двух хоров, сочетание органа и хора. И оркестры — это все было совершенно новым. Но, увы, современники и этого не оценили. А сейчас страсти по Матфею ходит репертуар всех крупнейших мировых дирижеров и лучших оркестров. А сейчас страсти по Матфею ходит репертуар Лейптик — это последняя станция на пути бродящего музыканта. Отсюда он уйдет, сперва в небытие, потом в бессмертие, когда вся огромная Томас Кирхи станет его усыпальницей и памятником. Но говорить о Лейптике подробно значило бы повторять уже знакомые нам мотивы. Могучее и неустанное творчество, скромные семейные радости, изнуряющая борьба с властями за свои права, достоинство и возможность работать так, как того требует высшее именение, обязательство, взятое не весть перед кем, но неотвратимое, как рок. Но не все было так мрачно во дни Лейпцига. Бах возглавил Телемановский студенческий кружок, который каждую неделю выступал в циммермановском кафе. Да, в кафе. Люди пили кофе, а Бах дирижировал оркестром, который воспевал этот душистый черный напиток. Я никогда не поверил, что Бах делал это только ради денег, только ради заработка. Да нет же, Баху увлекла новая музыкальная задача, и потом ему приятно было писать музыку, которая не будет контролировать ни консистория, ни магистрат, в которой он будет совершенно свободен. И, наконец, Бах хотел показать, что он может абсолютно все в музыке. И он написал специально кофейную кантату, музыка которой скорее должна была бы принадлежать Жаку Афенбаху, а не солидному, многомудрому, старому кантору церкви святого Фомы. Но, и это очень важно, Бах любил людей. Ему было прекрасно доставить им радость, чтобы они пили вкусное кофе под прекрасную мелодичную музыку. Сохранились даже слова этого странного произведения. Кошки не оставляют ловлю мышей. Девицы остаются кофейными сестрами, а мамы обожают кофейные пары. Бабушки упиваются теми же. Кто ж теперь решится порочить дочерей, как это делал папа Лискин, героини кантата? Бабушки упиваются теми же. И, конечно, не кофейные кантаты замечательные лейпцизские дни Баха. Тут он создал одно из своих величайших произведений, так называемую высокую мессу, которую, увы, так и не услышал при жизни. Она была слишком сложна для тогдашних оркестров. КОНЕЦ 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 Посуровивший лик Баха в последний раз озарился веселостью. Он сочинил крестьянскую кантату, которая при его жизни называлась «К нам приехало новое начальство». По традиции тут полагалось посмеяться над простаками-крестьянами. Но великий плебей нарушил традиции и высмел господ. После этого улыбка погасла на просторном лице Баха. Словно предчувствуя близость исхода, он отринул все второстепенные музыкальные заботы, отказался от руководства студенческой коллегии и целиком посвятил себя строгой музыке. Он завершил хорошо темперированный клавир и погрузился в монументальный цикл искусства Фуги, где было мало человеческого тепла, а красота формы отыскалась почти научным путем. И тут он окончательно разошелся своим временем, суда за Бахом не последовал никто из его современников, но как бесконечно много дал он последующим поколениям музыкантов, вновь обратившимся к Фуги. В ту же пору Бах совершил знаменитый путешествие к Фридриху II по его настойчивому приглашению. Многие видят в этой поездке чуть ли не пик баховской судьбы увенчания всей его деятельности. Не нужно преувеличений. Мне кажется, что Бах предпринял это путешествие в тайной надежде, что король-флейтист поможет ему в издании его сочинений, судьба которых не могла не волновать композитора. Одно дело – равнодушие к успеху, другое – желание сохранить наработанное за всю долгую жизнь. Если догадка моя верна, то Бах испытал жестокое разочарование. Скупой, как все Гогенцоллерны, Фридрих не дал ему ни гроша. Напротив, это Бах одарил его музыкальным подношениям. Все как встать. По возвращении домой Бах решил издать за свой счет хотя бы искусство фуги, желая прежде всего сохранить для будущего первоопору своего музыкального здания. Превозмогая режущую боль в глазах, он принялся каллиграфическим почеркам переписывать ноты для гравирования. Эта тонкая напряженная работа окончательно доконала его больные глаза. В отчаянии Бах решился на тяжелую, мучительную операцию, в успех которой не верил. Знаменитый английский хирург, раздутое ничтожество, бесстрашно сделал свое черное дело. К полной слепоте прибавились непрестанные боли. Распорядившись отослать подготовленные к гравированию ноты в типографию, Бах, похоже, потерял всякий интерес к судьбе своих сочинений. Судьба явила Баху чудо, отверзла ему вежды. Он увидел прекрасное лицо жены, освобожденное любовью и терпением от всех земных тяжестей. Увидел милый, бедный, испуганные лица детей и тихо, спокойно просился с ними, ибо понял, что за неспосланный ему милостью последует не исцеление, а скорая кончина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже домашние, которые хорошо его знали и привыкли к его неустанному труду, поражались. Как он может писать музыку при такой внешней занятости? Но у Баха всегда была свободна душа, она всегда была открыта музыке. И вот водопад. Разве нужны ему какие-то особые условия, чтобы мощно и грозно рушить свои пенные вауи? Нет, он водопад. Это его сущность. Иному быть не может. Вот так же и Бах. Все впечатления бытия оборачивались для него музыкой. Все чувства и раздумья спор и согласие с вечностью, обращение к земле и к небу, любовь к женщине и к детям. И даже, кто знает, быть может, ссоры с консисторией, с городским начальством тоже входили в его музыку. Ведь недаром когда-то сказал поэт, что прекрасное создаётся из тяжести недоброй. Скажем так, из тяжести недоброй тоже, но прежде всего из той великой тайны, которую являет человек для самого себя. Лёгким бывает лишь посредственное творчество. Легко творил, как ни странно, не Моцарт, а Сальери. А Моцарт творил трудно. Так же трудно, как творил, скажем, Пушкин. Посмотрите, пушкинские черновики, где не остаётся ни одного, ни зачёркнуто, ни справленного слова. Как тяжело творил величайший гений возрождения Леонардо и доводил себя до чёрного пота в великий аскет возрождения Микеланджело. А вспомним нашего Петра Ильича Чайковского. Он говорил, я работаю как сапожник от зари до зари. То же самое, но, пожалуй, в ещё большей мере можно сказать Абахи. Он творил от зари до зари до чёрного пота. Вся его жизнь это была работа, труд, невероятное, нечеловеческое, величайшее волевое усилие. Абахи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Баха очень часто пытались объяснить с помощью других искусств. Его барочную музыку сравнивали с готическими постройками. Один исследователь договорился даже до портретности музыки Баха и приводил имена Франца Хальца и Альбрехта Дюрера, хотя что общего между этими художниками. Но вообще пустое дело объяснить одно искусство средствами другого искусства. Музыка лучше всего объясняется самой собой. Бах казался многим художникам рациональным, поскольку вот это строительное, что ли, начало в нем ощущалось очень сильно. Но знаменитый вопрос Осипа Мандельштама, обращенный к Баху, когда он говорил, «Уже ли, играя внуком свой хорал, опору духа в самом деле ты в доказательстве искал?» Мне кажется, что этот вопрос был задан им иронически. И ирония Мандельштама относилась к тем людям, которые слишком преувеличивали это рациональное начало, рациональное зерно в творчестве Баха. Ибо никогда бы Бах, будь он таким рационалистом, не захватил бы весь 20 век и не захватил бы, о чем я скажу дальше, и своих простых современников. Люди отзываются только жару души, жару сердца художника. Бах строил свою постройку как ученый, рассчитывал ее как математик, а за дело брался как истинный поэт. То, что принес Бах в смысле представления о мироздании, о человеке, вот это не было известно в его время. И это сделал его непонятным для таких, как Матисон. Но интуитивно Баха понимали именно те люди, для которых он творил. А творил-то Бах ведь не для Матисона и ему подобных, не для этих знатоков, не для Телемана и других, в общем-то, маленьких, как теперь мы понимаем, композиторов. А он творил для тех, кто собирался в храме слушать его орган, его хор, его музыку, для ремесленников, торговцев, купцов, городских чиновников, садовников, огородников, студентов, шкалеров. Но для простых людей, для народа Бах ведь был потомком шпильманов, бродячих музыкантов. В нем очень сильно было это ремесленное, в высоком том смысле, а не в том уничтожительном, в каком мы сейчас говорим, ремесленном, в цеховом смысле. Бах очень ценил свою принадлежность к цеху музыкантов, к большой, разветвленной семье Бахов, флитистов и органистов, повесенистов, Бахов-музыкантов. Он не уронил рот свой, он потрафлял вкус у тех людей, которые давали ему средства для жизни. Это все было тогда очень важно. И вот это помогало Баху сохранять то высокое душевное спокойствие, которое так радует в его музыке. Бахов-музыкантов. Бахов-музыкантов. Доказательство необычайных достоинств музыки Баха нам принесла сегодняшняя наука. И об этом обязательно надо сказать. Был поставлен совершенно замечательный опыт. Сделали энцефалограмму целому ряду людей, которые отличались совершенно разными вкусами. Среди них были те, которые говорили, что они вообще не выносят классическую музыку и просто засыпают от тоски, когда слышат трудную и сложную музыку Баха. И вот когда проделали этот опыт, то оказалось, что самая лучшая энцефалограмма у людей была, когда они слушали музыку Баха. Это доказывает, что она приводила в удивительную гармонию все внутреннее существо человека. Награждало каким-то особым одушевленным высоким спокойствием. В нем все становилось равно высокой сути человека. Это замечательно, интересно. Эти опыты только начинаются, но видите, как можно вот точно доказать, чего стоит какая музыка. Говорят, у каждого свой вкус. Это все верно. Но есть, оказывается, даже абсолютный критерий. Бах, конечно, не знал, что будут когда-нибудь проделываться такие опыты. Но он был спокоен и вне этого. Он выполнял свое земное назначение. Он осуществлял каждое свое музыкальное намерение. И, как я говорил, делал это даже, когда его поразила слепота вместе с чудовищной болью. Все равно дух его оставался свободен. Это, конечно, совершенно поразительно. И он сделал все, что мог. Хотя он не достиг, конечно, таких высот, такого признания, как его современник Гендель. Гендель обладал могучим нравом. Это был пробоенный, сильный человек. Он захватил все славу и богатство, признание. Все это было дано. А Бах был терпелив. Он никуда не спешил. И, когда пришло время, то на этой великой музыкальной пирамиде, на самом ее верху сияющем, оказался все-таки не Гендель, а оказался скромный Бах. О терпеливый Бах и о неторопливое человечество. КОНЕЦ В начале нашего столетия один молодой человек, Эльзасис, родом, Сочетавший в своем характере французский рационализм с немецкой мечтательностью, Богослов, теолог, ученый, органист, музыкант, знаток Органа, Органа, написал великолепное, на редкость полное и содержательное исследование о Иоганне Себастьяне Баха, которого был влюблен. Он изо всех сил притворялся в этой книге бесстрастным исследователем, хотя вся его душа трепетала от восторга перед тем колоссом, о котором он писал. И создав эту замечательную книгу, которая остается классическим исследованием о Бахе, он вдруг тяжело огорчился собственной малостью перед величием явления Баха. И тогда он решил приблизиться к Органу Себастьяну деяниям, свершением внешних поступков. Альверт Швейцер поставил крест на своей научной карьере и снова сел на студенческую скамью, чтобы изучать латынь и другие скучные медицинские дисциплины. Десять лет зрелый и уже прославленный человек вел жизнь студента, чтобы по окончании уехать в Африку, в тропики, и там лечить коренное население, вымирающее от сонной болезни, проказа и туберкулеза. Он был в Габоне. Мне довелось быть однажды в Габоне. Я увидел, что память о подвижнике Швейцере до сих пор жива у жителей этой страны. В память о прошлом Швейцер взял с собой только маленький самодельный орган. Он самоотверженно служил братству воли. Это прекрасное выражение вины белых людей перед африканцами принадлежит ему. И он был крайне удивлен, что его рядовая каждодневная работа, на самом деле великое подвижничество, было удостоено Нобелевской премии мира. Вот так аукнулось гулким стоном органных труб в глубине 18-го столетия и откликнулось в наше время великим подвижническим деянием. Так. Люди, будьте добрее, внимательнее, приметливее тем, кто открыто и доверчиво несет вам свое сердце. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ